Здравствуйте друзья, поклевка вот такого небольшого карпа заставила нас вылезти из теплых спальников в спешном порядке выбежать из палатки. Дело в том, что сейчас уже поздняя осень и на улице стоит невыносимый холод, но это не останавливает нас. Мы приехали на этот водоем, чтобы закрыть этот карповый сезон. Отпускаем малыша по-любому. Музыка Музыка Приехали мы вчера на водоем, около 7 часов вечера. И разбирали лагерь уже в полной темноте. Дело в том, что уже в 5 часов вечера уже абсолютно темно. Мы закинули удочки и поймали по паре некрупных рыб. Но в рыбалку мы упираться не стали. Дело в том, что сейчас уже поздняя осень. Вода очень сильно остыла. И мы прекрасно понимаем, что таких частых поклевок как летом у нас не будет. Зато у нас появилась возможность протестировать новые удилища, которые я разработал в течение этого сезона. Разработал, доработал. Также в соседнем секторе от нас стоит мой хороший друг Настя Афанасьева. Она также приехала в конце сезона потестировать и попробовать некоторые новинки. Поэтому будет интересно. Сейчас хотим сходить к Насте в сектор. Мне интересно, как у нее клевало ночью. Решила, надо закормиться? Ну, обновить точку надо немножко бойлов целых добросить. Правда, он туманище, поэтому бросаешь так наугад больше. Но вчера же закормилась с подом достаточно довольно много времени на это ушло. Так что рыбка какая-то отозвалась уже, но не крупная. А сейчас целыми бойлами закормлю. Я, как и все ребята, которые ловят на флэтфидер, они сразу стратуют, пытаются поймать рыбу. То есть, кормят никогда немножко иначе подход. Вы сначала кормитесь, ставите рыбу на точку. Я попытался найти рыбу. Да, пару некрупных рыб. То есть, я сейчас тогда буду тоже готовить с подмикс и закармливать обильно. Я надеюсь, что туман рассеется к обеду, да, и рыба активизируется. Ну, что-то да, я готовлюсь с подмиксом. Давай, я скилхак, я кормлю. И не видно вообще, не упал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это бойлы 18-миллиметровые, варенка быстрого действия. Но, так как вода очень холодная, я решил их еще порезать вот такими мелкими четвертинами, для того, чтобы они гораздо быстрее включились в работу. Пилец засыпал буквально, ну, для стартового закорма 2 килограмма, и менее жирный пилец, мелкого размера. Он как раз для холодной воды подходит идеально всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такая у нас почти 11-10-800 клюнул в стороне от закругленной точки на тестовый вафтор ЕС-18 на 14. Небольшой крючок, отличная засечка. Несмотря на то, что, несмотря на то, что, поздняя осень, рыба активная и здорово сопротивлялась. В общем, всплеск эмоций свои положительные получили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только пронаблюдал за вываживанием хорошей рыбы у Насти. Буквально 5 минут и у меня хороший паровоз. Забрал со старта, ну, так метров, наверное, 20 резки. Я понимаю, что там неплохая рыба сейчас. Вот буквально сколько, час назад я закормил обильно с помбом. И это первый отклик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинает сдаваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, с рекордом тебя, Санечек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, рыба клюнула с 80 метров, форсированное вываживание и карп 11, чуть более 11 килограмм у нас на мате. Значит, на эту рыбалку я взял с собой сразу 4 модели удилища. Это экстерити, лонг дистанц, в росте 13,5 футов, 13,8 футов, 14 футов. Эти три удилища с тестом 150 грамм. А также я взял с собой совершенно новое удилище, которое я разрабатывал этим летом. Это удилище экстерити, лонг дистанц, 14 футов, но с тестом 180 грамм. Хочу попробовать ее в реальных условиях уже на рыбе. Значит, удилище еще более с усиленным камлевым коленом, пропорционально усиленным второй частью и вязкой вершиной. Также здесь удлиненная рукоятка 515 миллиметров для широкого хвата, катушка-держатель Fuji, 17-го размера, высокое кольцо на высокой раме 55 миллиметров, 30-й размер керамической вставки. Удилище я оснастил катушкой Shimano Ultegra CFO Plus 5500 XTB, поставил на него Flat Preston в размере L весом 80 грамм, и основная леска 025 Shimano Technium. Шок-лидер 30 ЛБ. Я хочу проверить, как оно будет работать на крупной рыбе. Ну, пятерочка. А? Пятерочка. С ближней дистанции. Только хафа, Маша. Оля. Не, не большая. Не, нормально, нормально. Так, лихо, пацан. Что, что там еще показалось? Оснастка. Флетик. 25-лубовый поводок. Четвертый размер крючка. Для флета использую на этом водоеме. И насадка. Это 14-миллиметровый Red подрезанный. И шляпка из тот папа, и Carp Catchers, по-моему, персик. Персик с чем-то, точно не помню. Вот он какой, красавчик. Вот. Ну, на вскидку на нем, наверное, килограммов 7 точно есть. Значит, еще раз покажу комбинацию, на которую я поймал крайнего карпа. Значит, 14-миллиметровый Boil Red. Бойл сделан на основе Хайнсонского Rubin Red. И подсадка поп-апа Pitch and Crayfish. Персик с раком. Значит, подрезаем немножко бойл. Пополам режем наш поп-ап. Одеваем подрезку поп-апа и бойл. Такая вот насадка с яркой шляпкой. Корм светлого цвета с сладким ароматом. Это новый корм, который разработала Настя. Она мне дала его попробовать, чтобы я дал обратную реакцию. По липкости, по физике, как он работает. Замешал, рассказал о своих наблюдениях. Очень клейкая смесь получилась. Но корм очень хорошо пьет воду. Добавил второй раз воды. Решил уже ловить. Потом понял, что еще нужно добавить. То есть, классно пьет воду корм. И становится очень липким. То есть, можно его ловить в двух состояниях. То есть, можно немножко недовлажнить. Он будет хорошо держаться во платье. И если вы делаете уже сверхдальние забросы, немножко перевлажнить. И он будет отлично держаться во флэт-кормушке. И не разбиваться от удара в воду. На эту рыбалку мы взяли с собой. Я взял с собой. Я замесил пол пакета. Диманмит Бейс Сорс. Это корм, который прекрасно работает по холодной воде. Осенью и весной. И также я замешал еще пол пакета. Барин Холибуд Граунд Бейт. Это, по сути, пилец перемеленный. Классная, очень классная прикормка. Как говорят, это Холибуд пилец растертый в порошок. Он тоже очень классно лепится. И по холодной воде он тоже всегда отлично показывает. Показывает отличные результаты. Прикормка Александра. Это Спайси Митти от Санубейтс. Написано, что это метод микс. Но он практически не лепится. Практически не лепится. И кормушка при ударе в воду разбивается. Поэтому, для того, чтобы ему придать липкости, Александр добавил немного Экспанды Голд. Экспанды Голд от ВДЕ. Очень липкая смесь. И получается, эти два корма друг друга дополняют. Экспанды Голд. Классный корм. Но преимущественно я на него ловлю летом. Спайси Митти классный корм. Это острые специи. Для этого времени очень классно подходит. Если честно говоря, не ожидал я получить поклевку на сладкий корм. То есть, первых пару поклевок у меня было два небольших. Карпика. Сегодня у нас было несколько поклевок мелкого карпа. Первых два заброса сразу отклик на два небольших. И третья поклевка уверенная. Хорошее вываживание. Рыба приблизительно 7,5-8 кг. Корм интересный. Я думаю, этот аромат, эта структура очень будет классно заработать на дикарях. Чуть позже у Насти расспросим о его составе. Сейчас еще раз попытаюсь на него поймать рыбу. Вот буквально только проговорил про тузиков. Проговорил, они и появились. До этого нормальная рыба была. Накаркал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А сейчас я хорошенько тебе. Яиченка такая у нас сарская, с грудинкой, с колбаской. Я не могу, он сопротивляется. Глянь. Хороший, Сань, очень хороший. Я в шоке, на флетик. На ноль двадцать пятую лесочку. Ну вот очередная рыба у нас, ночная поклевка. Да, рыба не крупная, но знаете, друзья, сейчас такая холодина на улице, так что на самом деле радует и вот такие экземпляры тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Карапуз, килограмма 4,5 в нем точно есть, может и 5 даже. В общем, ночью у нас практически без поклевок. Единственная поклевка у Александра, он поймал рыбу чуть больше, там 10 килограмм, 10,5, по-моему. Вот. Он, кстати, испорожняется прикомкой. Вот, в общем, мы выспались зато. Сегодня день отъезда, сейчас начинает идти дождь. Я думаю, что будем неспешно собираться и нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отпускаем рыбу и собираемся по чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вот такая рыба, 13,5 килограммов, в буквальном смысле, жирная, отличная точка завершения текущего карпового сезона. Добавил субтитры DimaTorzok 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 одну хорошую рыбу я поймал там в районе 7 килограмм очень мне понравился этот метод микс он очень классный по клейкости и у него такая богатая богатый состав можешь рассказать двух словах из чего он состоит потому что там вижу там пилец разных размеров да это питательный микс действительно в его основе такая сливочно-ореховая тематика так скажем собственно так же как и в бойлах есть вот здесь присутствуют вещества антрактанты а также определенные элементы состава которые повторяют дублируют бойл и ес то есть он там идеально подходит именно под данный конкретный бойл ну понятное дело что при этом может работать и самостоятельно вот есть текстурирующие понятные элементы которые вот это вот клейкость как раз делают вот и микропилец который дольше работает в этой точке да вот постепенно растворяясь самое основное это вот орехи сливки и для того чтобы выделить это на фоне кормовых бойлов и здесь еще добавлена небольшая небольшая нотка криля но она там буквально совсем немного по ароматике знаешь похож есть очень классная популярная прикомка который должен на дикарях классно работает в деехо и прокарт тоже такая же поклейкости липкая то есть я взял его увлажнял там несколько этапов я не знал как он будет увлажняться да мне очень понравилась именно клейкость она будет идеально работать с кормушкой то есть не будет разбиваться в воду при том что он кашистый рассыпчатый да там визуально изначально он очень классно держится очень классно лепится то есть корм получился клёвый скажи пожалуйста а ты может думала над разработкой чего-то там на основе специй но ред включает в себя специи определенный то есть будет метод микс на основе ради ну он в разработке точно так же как и этот на данный момент мы планируем сделать стик миксы ред и ес и метод миксы ред и ес для тех кто ловит на флет таких людей достаточно много здорово да просто клее есть но вот в ради специи присутствуют это робин ред там черный перец так что в принципе ну вот этот корм я думаю он будет более актуален для ранней весны и для поздней осени то есть на основе специи я так не совсем думаю потому что как раз вот сливочные ореховые вкусы по холодной воде работают отлично да да и мы тут можем провести параллели ассоциации там с ассимуром life system например и другими вот такого плана динамит бейт стагернат монстр тагернат это бойлы которые доказали свою эффективность по холодной воде а вот так же и сейчас я ловила на вахтерс и ес вот та десятка которая была поймана это ес я заливала корм ликвидом ес кстати который тоже от разработки планируется в следующем сезоне запускаться так что ничего подобного это вот некий стереотип который сложились что рыбный вкус начинает работать то есть почему если например рыбный бой он наоборот более тяжелый более сытный соответственно будет лучше работать летом тогда когда рыба быстрее не идут все обменные процессы вот осенью наоборот или но уже поздней осенью то есть закона едает жир вот а когда уже на все на его наоборот то что легче будет более эффективно потому что рыба не будет насыщаться поднимать ну классно он такой знаешь кашистый такой весь другой светлого цвета очень привлекательная смесь получается и еще раз повторюсь мне очень нравится по липкости обычно этот микс они идут но однородной структуры и там уже ребята тогда уже добавляют прям немножко подсыпая да там вот этот пилец там здесь мы уже сразу присутствует с не нам не нужно будет мудрить ничего супер да вот у меня были как раз сомнения стоит добавлять пилец потому что стикмиксы мы добавляем его всегда метод микс который я видела коммерческий они все-таки вот там чисто цепучка но если вы добавляете тоже значит он будет присутствовать сразу в коммерческом составе супер смотри самый часто задаваемый вопрос я новичок я хочу начать ловить на флэт фидер да что мне нужно купить для начала поп-апа 10 миллиметров вот это однозначно если вы видите когда посему нас там 18 видов поп-апа и нет возможности или желания приобретать всю линейку то можно выбирать по спектрам запаха это вот самое банальное их этих спектр по сути 4 это специи это кислое это сладкое это рыбное вот а мы берем допустим из присутствующего здесь на столике мега спайс специи сладко-рыбное смешанное пич крэйфиш например вот и здесь присутствует аналогичная там сквит стробари это тоже рыбно-сладкая клан шелфиш это тоже рыбно-сладкая сквит спайсис это специи рыбные то есть допустим там придя в магазин тогда будем выбирать себе одну баночку из вот этих трех персик рак сквит строб или слива ракушка вот нужно понимать что на водоеме по цвету работает как какие-то где были результаты да с какими бойлами остановиться на чем-то я всегда там по простому объясняю людям смотрите купите там три-четыре вида поп-апов там надо три-четыре вида бойлов там бойлы рыбные сладкие там какие-нибудь специи на поп-апы там поп-апы красные желтые белые да то есть как бы я обычно папа по запахам разделяю плюс цвет здесь мы берем допустим мегаспайс специи но к нему там можно какой-нибудь отличающийся разитель на красно-черный сквит стробари должны быть разные запахи разные цвета для того чтобы в определенные условия попасть потому что рыба дает разный ответ в разных условиях даже в разное время суток на моем кожу водоем объясни пожалуйста ребятам что такое поп-ап как без чего он состоит зачем он нужно поп-ап это плавающий бойл то есть все это бойлы нет бойлов и поп-апов поп-ап это был тоже вот просто было бы плавающие бывают тонущие грубо говоря вот эти тонущие еще бывают вареными бывают пылящими поп-ап это плавающий бойл они отличаются друг от друга поп-апы разных производителей своей подъемной силой один допустим поп-ап 10 миллиметров может вести себя совершенно по-разному воде у одного подъемная сила больше другого меньше третье эту подъемную силу сохраняет в воде очень длительное время некоторые пьют воду очень быстро и заваливается там через час-два но это все это на практике нарабатывается вот он наших поп-апов подъемная сила хорошая они поднимают крючок четверочка уверенно нажала плюс вот эту вот плавучесть не теряет достаточно долго можно там уверенно заброситься несколько часов если принять зачем зачем нужно зачем нужно приподнимать насадку рыбе легче таким образом засечься это самый основной момент если рыба малоактивная там на самом деле даже активно то есть она она же как как берет насадку втягивая ее потоком воды чем легче насадка чем легче крючок тем быстрее насадка будет оказываться во рту рыбе если крючок поставлен на жало то получается во время всасывания даже и случается этот момент разворота под подъема со дна там молниеносно улетает поэтому маленькие насадки на маленькие крючки на такие взвешенные презентации поклевок будет всегда количественно больше но другое дело что это без средств это могут быть и караси и ищи и все что плавает будет клевать вот то есть ну для этого презентация десятки идеальная это поставлен на жало крючок вот не по типу в авторса когда приподнят волос и крючок лежит это именно поставлен на жало хорошая засечка в авторс зачем он нужен почему и как его применять это не в авторс и тогда он был облегченный в автор он тоже имеет некоторую свою плавучесть вот эти там был со серии спорт плавучесть и не имеет они просто легкие вот их можно балансировать по папам так как удобно либо же в презентации с поднятым волосом вот либо же ловить вообще на дом вот этот иногда это тоже нужно каких-то условиях вот либо же делать презентацию с мелким крючком приподнимая его папа подрезать до нужного размера и регулировать таким образом презентацию он дает питательный элемент насадки попав несмотря на то что содержит там определенные ингредиенты молочные белки легкие вот какие-то там есть у нас еще аттрактанты попав заложены они действительно в итоге ловят чуть лучше чем допустим попав пустышки в пабычках вот но при этом если нужен пищевой сигнал папа проиграет это ночью например вот тоже ночью или же на корме лучший результат дает вот вот такая вот комбинация с каким-то допустим яркая питательная штучка которая визит внизу на волосы вот для этого но это тоже был быстро вот этот вот там был он не селективный он тоже подряд тузиков там вещей ловила но у меня ты мне летом давал пару банок не помню там а кстати вот вот этот вид еще желтенький там был слива слива с чем-то да не помню вот я ловил всю рыбу да я туда есть видеоролик на канале где поймал там наверно около 60 там рыб да но это спорт серии они так и задуманы то есть они должны ловить быстро и очень много всего подряд для того чтобы люди на общий вес плющили плющили и плющили эти хвосты так хорошо и еще вопрос бойлы бойлы расскажи пожалуйста пару слов вот я смотрю там 14 миллиметров да да это уже старый еще в прошлом январе скатанный и вот сегодня на нем поймали тренаж но ароматиками дескор хорошие в общем если вы только начинаете ловить не нужно скупать десятки сотни банок заводить себе вот такие сумки с насадками достаточно будет купить там три-четыре вида поп-опов пару баффтерсов два вида бойлов питательных например сладкие и несладкие и вы сможете по крайней мере начать ловить разобраться и понять свои предпочтения куда действительно свои предпочтения на что у вас будет клевать лучше да я тоже начинал с того что изначально пошел магазин накупил себе кучу всего 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 рыбы не ловил после каждой неудачной рыбалки едешь в магазин закупаешь еще там насмотришься опять рекламных роликов покупаешь еще 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 потом по итогу я пришел то есть вообще к минимизированию то есть у меня чем сумки там 10 банок твоих поп-опов пару банок в авторсах и бойлы реды ест то есть это вполне мне хватает искать для рыбалки то есть там есть там еще пару там банок именитых производителей до этого как бы вполне достаточно раньше толк это огромные были сумки и ты приезжаешь на рыбалку эти не знаешь то есть я вроде бы кучу всего хочу поставить не знаю и не можешь успеть главное все это попробовать нет абсолютно никакого анализа полный хаос в голове поэтому на друзья то есть три-четыре вида по папах три-четыре вида бойлов там пару видов дамблсов в авторсах в целом разработка новых рецептов новых продуктов это невероятно увлекательный процесс который практически не прекращается и только когда вот что-то случилось буквально пару дней голова расслабляется он дальше появляется новая идея но в общем это происходит постоянно но вот когда делается что-то новое допустим базовый микс доводится вначале тестирую я сама могу быть довольна результатами либо недовольна если я довольна тогда дальше я случайным образом раздаю знакомым рубакам которые имеют разный уровень подготовки разный подход к ловле абсолютно ловят на разных подаемах и даже в разных регионах и это дальше я уже смотрю какой какой ответ идет там что они поймали но в течение некоторое время времени такое тестирование может продолжаться я могу делиться дальше продолжать с разными людьми вот потом опять это доводить сама ну и спустя там какое-то время может появиться продукт этот процесс может растянуться на длительный очень срок когда не получается сделать то что хочется а может происходить на самом деле очень быстро вот как это с вавторсами например на базе там гесса где базовый микс уже доведен в течение долгого времени был вес складывались они видоизменялись вот в этом году тоже различные варианты тестировала они много раз менялись потому что уже со следующего года собираемся запускать их серию вот но вот кормовые варианты в течение сезона меняется так что вот и вот в авторс уже на основе готового базового микса сделать проще всего здесь просто нужно определить какая мне нужна плавучесть для того чтобы делать определенную презентацию крючка которая лучше на мой взгляд да и все вот вот я посмотрела там здесь плавучести не хватает здесь плавучесть хорошая сейчас я вернусь домой выйду на работу и опять будут мечет и мечет ну и продолжив я хочу сказать что я когда с начала этого года пользуюсь твоей продукцией я и очень доволен продукция действительно очень качественно я могу за это даже не переживать классная вареная бойлы я очень люблю очень классно с ними получались ты лес тоже очень качественно это супер просто у папы не только упаковочка красивая они действительно рабочие и они функционально упаковка они не выдыхаются в конце года я и пробую они на стеночек пахнут в авторс и отличной рыбалки на ней были летом в общем я желаю тебе удачи никогда не останавливаться спасибо у нас ну и последний вопрос мне все-таки интересным у тебя было больше крупной рыбы нежели у меня да у меня все-таки преобладались небольшие рыбки да там пятерки с меркой шестерки да там одну я рыбу всего лишь поймал 11 килограмм у саши там было пару таких там про их неплохих чем ты кормил а что ты делал на этой сессии но у меня здесь в корме чуть больше на крупной фракции было потому что я собрала на складе все обломки холебута которые мне пооставались криль вот и все это значит из пакетика ведро определила вот при этом быстрый растворенный пелец мне тоже был но он там занимал меньше треть вот резаная варенка и варенка которая докормила уже из кобры непосредственно плюс вот это восподмикса я дала буквально на старте немножечко и все дальше это были подбросы варенки тем более такой активности большой рыбы нет нет смысла валить но есть еще один важный момент то что я люблю за кормом а не в корме плюс у меня нет флета который дает пыль да видишь я я взял обувы порезать четвертинами ну я тоже их резала четвертинами но я же говорил за кормом вот тут мне не дело не только в том что именно вот но это где-то распоряжешь свою оснастку это если у тебя флэт на это оснастки потому что любая пыль особенно на водоемах где высокая плотность тузика поставить туда гораздо быстрее и крупно рыб просто не успеет вот но с этим кормом я же говорю что больше я все-таки докормила кобра и вареная была вареная была так сильно мелочи не привлекают особо небольшом качестве вот у меня здесь до сих пор производ происходит мозговой штурм текстуры потому что я могу делать было очень мягкие по типу как динамит они украшаться могу делать их чуть плотнее они получаются не такие приятные на ощупь не такие там там коммерческие так скажем но при этом они реально практичнее потому что их можно спокойно на 80 90 метров карбоном бросать даже недосушенными вот и все нормально а вот но собственно вот такие вот были у меня были на это рыбалке более уплотненные вот и их я и давала и не очень много вот буквально за ну килограмма 3 ушло это ясно еще будем потихоньку собираться да уже пожалуй пора тем более межский дождь такой хочется домой теплой вододелец